У мужчин это происходит одним образом, у женщин — другим. В результате возникают конфликты. Всё потому, что вам требуется своё пространство, а детям — своё. Как же с этим справиться? Вам необходимо приобрести кое-что по мере того, как вы становитесь старше. Садгуру, в наши дни старшее и молодое поколение не ладят друг с другом. Как сделать так, чтобы опыт пожилых людей и энергия молодёжи работали вместе? Так было всегда. Это возникло не сегодня. Конфликт между старшим и молодым поколением не нов. Настоящая проблема заключается в следующем. Старое поколение не считает себя старым, а молодые люди считают себя взрослыми. Вся проблема в этом. Старики не готовы признать, что они уже старые. Молодые не готовы признать, что они слишком молоды. Они считают себя достаточно взрослыми для всего. Так что... Кто-то занимает место, на которое претендуете вы. Это происходит не только среди людей. Такое часто можно увидеть среди слонов. Внезапно один молодой самец начинает ходить туда-сюда, гневно расшвыривая всё вокруг. Потому что он встаёт в оппозицию к более крупному слону-выжаку в стаде. Из-за того, что тот не освобождает территорию, молодой слон пытается что-то сделать. Ему ещё не хватает сил для борьбы, поэтому он начинает сходить с ума. Подростковый возраст. Вот почему в Индии мы создали то, что называется варна-шрамадарма. Это означает... Возраст от рождения до 12 лет — балаваста или детство. Только игры. Тело и мозг должны подрасти. С 12 до 24 — брамачарья. Время для того, чтобы дисциплинировать себя, привнести дисциплину в своё тело и ум, развить свои энергии так, чтобы обрести силу и приобрести знания. В 24 года у человека есть выбор. Если вы видите жизнь такое, как она есть, если вам не нужно проходить через всё, если вы способны видеть всё насквозь, тогда в 24 года вы становитесь саньясином. В противном случае вы становитесь семьянином. Женитесь или выходите замуж. Вы посвящаете семье два солнечных цикла, или 24 года, когда вам исполняется 48. Это означает, что вашим детям где-то от 18 до 22. Они похожи на молодых бычков. Они хотят, чтобы вы ушли, но не могут сказать вам об этом. В современном мире мы не уходим сами, а отсылаем детей. Мы отправляем их куда-нибудь в другое место. Эти приюты обычно называются университетами. Но в те дни жизнь была связана с сельским хозяйством. И вы не могли оставить свой дом и уехать, потому что это была ваша земля и ваше хозяйство. Вы не могли уехать куда-то и начать жить на новом месте. Поэтому кто-то должен был уйти. Итак, в 48 лет пожилая пара, им по 48. Оба пожилые. Они принимают саньясу и идут разными путями. Муж уходит в одно учреждение, жена в другое, чтобы работать на своей духовной саданой 12 лет. В 60 они возвращаются и снова сочетаются браком. В наши дни супруги не расходятся. Они живут вместе, но при этом всё равно заново женятся в 60 лет. Нет. Вы должны разойтись на 12 лет. В первый раз, когда вы женились, возможно, вами руководили желания тела, эмоции или что-то ещё. Теперь, когда всё это позади, вы выполняли свою духовную садану в течение 12 лет, теперь вы объединяетесь в союзе совершенно иного рода и начинаете ванно-просту, что означает уйти в лес и прожить там последнюю часть своей жизни. Так что место освобождалось. Когда вы хотели, чтобы родители исчезали, они исчезали. Теперь же они не уходят. Родители хотят, чтобы ушли вы. И если вы обрели почву под ногами, то хотите уйти ещё до того, как они будут готовы вас отпустить. Но если вам это не удалось, тогда начнутся столкновения. Если по какой-то причине вы не обрели почву под ногами или крылья за спиной, возникнут столкновения. Повседневные столкновения между родителями и детьми. Вам необходимо понять, что из-за эмоций кажется, будто это конфликт отцов и детей. Но на самом деле это просто столкновение молодого бычка и взрослого матерого быка за территорию и главенство. У мужчин это происходит одним образом, у женщин — другим. Но фундаментальная проблема та же. Вам нужна своя территория, а они её не освобождают. Поэтому конфликты неизбежны. Дети, которые живут далеко, — это всегда любящие дети. Да? Да или нет? Дети, которые живут далеко, — всегда любящие. Вот как лучше всего выстроить отношения. Если они живут с вами, не потому, что вы плохие или они плохие, а потому, что вам требуется своё пространство, детям своё. А если и те, и другие на одной территории, будет жарко, если только ваши дети не постарели, будучи молодыми. Понимаете? Вы успешно превратили их в стариков ещё в молодом возрасте. Такие люди будут жить в полном взаимопонимании со стариками. Если вы заболеете, взаимоотношения с детьми могут наладиться, потому что тогда у них появится желание о вас заботиться, проявятся эмоции определённого рода. Но если вы здоровы и полны сил, и они тоже, тогда вам лучше держать их на расстоянии. Да. Так что эта проблема не нова. Я уверен, что и в пещерах, я говорю о пещерных людях, и тогда была та же самая проблема между молодёжью и старшими, потому что старики не готовы признать, что они уже старые, а молодые не готовы признать, что они слишком молоды. Тогда конфликт неизбежен. Как же с этим справиться? Чтобы справиться с этим, старики должны научиться отступать назад. Молодёжь же продолжит наступать. Единственное, пожалуй, необходимо проявлять определённую мудрость и жизненный опыт, чтобы заслужить восхищение молодёжи. Если вы этого не сделаете, то молодёжь будет относиться к вам с пренебрежением и проявлять грубость во многих отношениях. Вам необходимо приобрести кое-что по мере того, как вы становитесь старше. Если вы приобрели определённую мудрость и понимание жизни, которые им ещё предстоит приобрести, если они смотрят на вас снизу вверх, тогда вы можете в какой-то степени находиться на одной территории. в разумных пределах. Они на первом этаже, вы на втором, чтобы они смотрели на вас снизу вверх. Тогда ладно. Если им не на что равняться, и вы не можете справиться со своими проблемами, чепухой и всем прочим, тогда лучше всего вонапраста. Я знаю, что вы искали не такого ответа. Но что я могу сделать? Я не политик, чтобы говорить нужные слова. Я говорю, как оно есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok